Всем привет! Это программа 7 дней спорта на телеканале Мой Город. С вами Татьяна Савельева. В ближайшее время предлагаю поговорить о самых заметных событиях прошедшей недели. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Последний император глазами тренеров. Интересная манера общения. Он всегда говорит очень тихо и поэтому все вокруг замолкают. Легендарный спортсмен Федор Емельяненко посетил столицу Кузбасса. Секреты сибирских художниц. У нас две пары близняшек в команде и это не все наши близняшки. Грациозная и изящная борьба, когда в ход идут ленты, мячи и обручи. О чем поют хаски? Как на соревнованиях поездовому спорту голубоглазые извозчики срывали овации перед стартом. Его называют настоящей машиной для боя. Его спортивным талантом восхищаются Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дам. А в Корее его сопровождает полторы тысячи охранников, потому что фанаты боев без правил могут разорвать своего кумира на куски. На минувшую неделю по приглашению губернатора области Аману Тулееву в Кемерово прибыл легендарный боец Федор Емельяненко. С чемпионом, который за 10 лет не проиграл ни одного боя, пообщалась наша съемочная группа. На все воля Божья. Таков спортивный девиз Федора Емельяненко. Поэтому, приехав в Кемерово, первым делом легендарный боец отправился в епархию. Для того, чтобы получить благословение митрополита Аристархана, запланированные в столице Кузбасса дела. Главная цель визита президента Союза смешанных единоборств России – тренерский семинар, на котором многократный чемпион мира готов поделиться своим багажом знаний со специалистами со всей Сибири и Дальнего Востока. Секреты мастерства последний император начал раскрывать уже на пресс-конференции. Сам Емельяненко выходец из самбо, но он сумел изучить ударную технику так, чтобы не проигрывать боксерам или бойцам муай-тай. Самое важное для того, кто решил посвятить себя смешанным единоборствам – универсальность. Я всегда сравнивал смешанное боевое единоборство с шахматом. Это, прежде всего, процесс мыслительный. Нужно уметь думать, нужно уметь уважать своего соперника, нужно контролировать свои эмоции, добиваться результата. По словам Емельяненко, роль тренера для начинающих спортсменов огромна, ведь дети смотрят на него, как на второго отца. Именно поэтому на семинар к легендарному бойцу человеку с улицы попасть вряд ли удастся. Тренерское образование, стаж работы в спортшколе, необходимые условия обучения. Более ста тренеров со всей Сибири и Дальнего Востока и почти столько же камер, а все для того, чтобы не упустить ни одного движения великого мастера. Первый семинар по этому молодому и развивающемуся виду спорта прошел в Челябинске. Вторым городом стал Кемерово. Кемерово – это по сути такое зерно сомнения или уверенности в необходимости постоянного получения знаний. Тягу к этим самым знаниям наставники готовы получать несмотря ни на что. Сергей Нагорный, в отличие от большинства участников семинара, на ковер в ближайшее время вряд ли выйдет. Несколько месяцев назад президент Межрегиональной Федерации армейского рукопашного боя Красноярского края перенес инсульт. Восстановиться, перебороть себя и приехать в Кемерово для того, чтобы получить бесценные знания от легендарного спортсмена, ему удалось благодаря вере в свои силы и мечте. У меня в жизни было две мечты. Это встретиться с Федором и с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что первая мечта уже у меня сбылась. И правда, я еще раз повторюсь, что великий человек. По словам Емельяненко, бум смешанных единоборств в нашей стране происходит сейчас. Европа, Азия и Америка эти времена уже пережили. Этот вид спорта официально существует в России с сентября 2012 года. Тем не менее, желающих тренироваться и тренировать огромное количество. Тем более, когда учитель сам Федор Емельяненко. Человек очень спокойный. Интересная манера общения. Он всегда говорит очень тихо. И поэтому все вокруг замолкают. Знаете, как студенты на лекциях. Кто-то где-то на задних партах бубнит или что-то там разговаривает между тобой. Здесь просто ты невольно начинаешь прислушиваться. И в зале всегда тишина, когда он что-то объясняет. По итогам семинара наставники сдали экзамен и получили сертификат, дающий право тренировать. А это значит, что профессионалов своего дела в этом молодом, но развивающемся виде спорта по всей стране стало гораздо больше. Алексей Поляков, Татьяна Савельева, Константин Червяков. Специально для программы «Семь дней спорта». Булавы, пожалуй, один из самых коварных предметов даже в руках профессионалов. Ну а что уж говорить об обычных людях. Гимнастки сборной Кемеровской области в групповых упражнениях на прошедшем чемпионате Сибирского федерального округа доказали, что могут умело управляться с пятью парами этого спортинвентаря. Предлагаю вспомнить самые яркие, грациозные, изящные мгновения прошедших соревнований. «Синяя вечность». Под эту композицию в исполнении Муслима Магомаева и Тамары Гверцители девушки из сборной Кемеровской области в групповых упражнениях четвертый раз стали чемпионками Сибири. Второе место завоевали представительницы Томской области, на третьем – Красноярск. За звание «Лучшей» в регионе боролось семь команд. Правда, одна из сильнейших школ страны, Омская, свою сборную не выставила. Дело в том, что с этого года в художественной гимнастике изменились правила. Поэтому тренерам и самим спортсменкам в сжатые сроки пришлось готовить новые программы. А это и постановка, и костюмы, и музыка, и предметы. Все, что называется, с чистого листа. Я очень рада, что они справились с этой программой. Программа сложная очень. У нас есть время до чемпионата России еще почти три недели, кое-что подделать. Было очень трудно, потому что перенесли на ранние сроки чемпионат России. Мы эту программу готовили просто полтора месяца. Поэтому это очень сложно было, и я рада, что они с этим справились. Заключительный день чемпионата Сибирского федерального округа для 20 сильнейших художниц региона превратился в трехчасовой марафон. Телеканал «Мой город» показал грациозный финал в прямом эфире. Генеральный партнер трансляции – курорт «Танай», официальный партнер «Олимпик Плаза». В отличие от групповых упражнений, в многоборье основная борьба завязалась между Омском, Кемерово и Иркутском. Кстати, амички не только заняли первое место в командном зачете, но и доказали, что гимнастика для них по-настоящему семейный вид спорта. У нас две пары близняшек в команде, и это не все наши близняшки. У нас очень много близнецов тренируются в Омске. Конечно, это очень хорошо, замечательно, больше ни в одной команде такого нет. Несмотря на то, что в Омске умеют расти чемпионок, примеры Тому Канаева и Чащина, первое место в финальном протоколе многоборья осталось за мастером спорта международного класса из Иркутска Екатериной Веденеевой. Как оказалось, эта хрупкая девушка любит не только естественные науки, а еще высокие оценки. Безошибочное, точное и чистое выступление со всеми четырьмя предметами и как результат – золото чемпионата Сибири. Работа, труд тренера в первую очередь, которая со мной сидела целыми днями в зале, каждый шаг, каждый бросок, каждый элемент все отрабатывала, упорство, характер. Отдельно хочется сказать и о хозяйках ковра сборной Кемеровской области. Для наших гимнасток этот чемпионат стал дебютным, ведь соревнования регионального уровня прошли в Кузбассе впервые. Даже несмотря на огромную ответственность и волнение, они показали достойный результат, завоевав пять путевок на чемпионат России в Нагоборье, серебряные медали в командном зачете и золото в групповых упражнениях. Эмоции переполняют, а сейчас мы будем готовить чемпионат России, который будет в апреле в городе Казани. Для нас это тоже очень главный и важный старт после Сибирского федерального округа. Будем стараться там так же хорошо выступить, чтобы все получилось. Имена чемпионок Сибири известны, но в ближайшее время позволить себе отдохнуть или отпраздновать победу сладостями девушки вряд ли смогут, ведь впереди главный старт – чемпионат страны, где конкуренция из региональной становится всероссийской. Наталья Ткомагашева, Татьяна Савельева, Константин Червяков, Дмитрий Шилов, Клим Мурашкин, Александр Белкин. Специально для программы «Семь дней спорта». Специально для программы «Семь дней спорта».